Динозавр 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 когда выходил этот мультсериал о жизни семейства пещерных людей, зрители увидели 166 серий. Несмотря на то, что семейка Флинстоунов живет в каменном веке, у них есть огромное количество атрибутов из совсем других эпох. Они ездят на каменном автомобиле, отмечают Рождество и даже курят сигареты. Поэтому никого из зрителей не должно смущать, что одновременно со всем этим мир, окружающий Флинстоунов, населен еще и динозаврами. Один из них даже живет в их пещере в качестве домашнего животного. Питомца зовут просто Дина, и относится он к вымышленному виду – шнаркозаврам. На динозавра Дина похож только внешне, во всем остальном он ведет себя как собака, виляет хвостом, играет с разными предметами и постоянно пытается лизнуть хозяина в лицо. Динобой в затерянной долине. 1966-1968 годы. Видимо, мультипликаторы того времени не сильно заморачивались над научной достоверностью сюжетов своих произведений. Вслед за Флинстоунами в этом сериале были смешаны животные из самых разных геологических эпох, также к ним были добавлены вымышленные существа. По сюжету мультсериала мальчик по имени Тодд выпрыгнул с парашютом из гибнущего самолета и приземлился в удивительной долине. В глубине южноамериканских джунглей в одном месте сохранились и динозавры, и неандертальцы, и мамонты, и саблезубые тигры. Из существ, живших в эпоху динозавров, в этом мультфильме можно встретить бронтозавра, тираннозавра, трицератопса, тиранодона, которого там называют тиродактилем, ромфаринха и гигантского крокодила, который, возможно, олицетворяет собой динозуха. Гора динозавров. 1967 год. Даже советские мультипликаторы не смогли обойти стороной тему динозавров. Оригинальная версия причин их вымирания представлена в короткой мультипликационной притче «Гора динозавров». Конечно, представленные в этом мультфильме динозавры лишь отдаленно напоминают гигантских доисторических ящеров, но уже тогда советские дети могли увидеть, что динозавры вымерли из-за глобального похолодания. Земля до начала времен. 1988 год. В 70-е и 80-е годы 20 века сняли немало полнометражных мультфильмов и сериалов, в которых так или иначе присутствовали динозавры. Но первая часть франшизы, спродюсированный Стивеном Спилбергом еще до съемок Парка Юрского периода, стала одним из лучших мультфильмов о динозаврах. Для нескольких поколений детей в разных странах он стал началом увлечения этими доисторическими ящерами. В центре сюжета мультфильма лежит путешествие группы детенышей травоядных динозавров в Великую долину. Отбившись от своего стада, малыши, возглавляемые диплодоком по имени Литл Фуд, или крошки-ножки в одном из вариантов перевода, преодолевают трудности, учатся дружить, выходя победителями из разных сложных ситуаций. Каждый герой мультфильма имеет свой неповторимый характер и прочно ассоциируется с обыкновенными подростками и взрослыми людьми. Франшиза оказалась настолько популярной, что к 2016 году вышло 14 полнометражных мультфильмов и один сериал. С одной стороны это качественный семейный мультфильм, а с другой его можно рассматривать как первое пособие по изучению динозавров для самых маленьких. В нем все виды динозавров имеют собственное, отличное от научного названия. Но когда ребенок слышит о длинношеях, трехрогах или острозубах, он точно понимает, о каком динозавре идет речь. Мы вернулись. 1993 год. Видимо, на волне успеха Земли до начала времен Стивен Спилберг стал продюсером еще одного полнометражного мультфильма о динозаврах по книге писателя Хадсона Телбота. В этой истории рассказывается о том, как добрый ученый сумел переместить в наше время четырех динозавров. При этом он сделал их добрыми и разумными. Они должны были нести радость детям, которые мечтали встретиться с живыми динозаврами. Сюжет музыкального мультфильма крутится вокруг дружбы динозавров с мальчиком по имени Луи и их борьбы со злым ученым, который хочет превратить ящеров обратно в злобных животных. Динозавр. 2000 год. Этот мультфильм студии Дисней стал одним из первых компьютерных анимационных фильмов в истории. Первые зрители смогли оценить революционную на то время графику и отличный сюжет для семейного просмотра. При этом динозавры изображены достаточно реалистично. Они отлично двигаются и выглядят похожими на свои реальные прототипы в представлении ученых. Все начинается с того, что готовое к вылуплению яйцо игуана Дона попадает к семейству приматов, похожих на лемуров. За первые минуты фильма зрителю показывается мир конца мелового периода. Мы видим множество хищных, травоядных, летающих и морских ящеров, а также птиц и гигантского крокодила Морфа. Динозавр по имени Аладар был принят в семью лемуров и жил с ними, пока на остров, где они обитали, не упал метеорит. Аладар и несколько его приемных родственников отправились в путешествие в непострадавшие земли вместе со стадом травоядных динозавров. По пути главные герои заводят новых друзей и становятся сильным лидером. Ледниковый период 3. Эра динозавров. 2009 год. В третьей части знаменитой франшизы главные герои попадают в таинственный подземный мир, населенный невымершими динозаврами. В этом мультфильме используется комбинированная графика. Все животные вполне узнаваемы и похожи на реальных динозавров и обитателей Земли времен ледникового периода. В ходе приключений семейства мамонтов, саблезубый тигр Диего и ленивец Сид встречаются с тираннозаврами, анкилозаврами, докорапторами и летающими рептилиями. В качестве главного отрицательного персонажа выбран не Терекс и даже не Корнотавр, а не самый известный хищный динозавр Барионикс. Тербозавр 2011 год. Этот трехмерный южнокорейский мультфильм по сюжету значительно отличается от привычных нам мультфильмов. Хотя и в нем динозавры достаточно сильно очеловечены, но во многом они остаются опасными доисторическими животными. По жанровой принадлежности этот фильм скорее относится к драме. В центре его сюжета жизнь самца торбозавра и его месть за потерянную семью. В качестве главного злодея выступает тираннозавр Рекс. Оба эти вида являются родственными друг другу и относятся к меловому периоду, самому концу эпохи динозавров. Но торбозавры обитали в Азии, а тирексы в Северной Америке. Их наличие на азиатском континенте пока находится под большим вопросом. Легенда о динозаврах. 2011 год. Этот полностью компьютерный мультфильм можно отнести к документальному жанру. В каком-то роде он стал достойным продолжателем знаменитых прогулок с динозаврами. Его можно критиковать за не самую современную на тот момент графику, но большим достоинством является драматический сюжет, основанный на научных фактах. Фильм рассказывает о миграции стада эдмонтозавров в сторону Северного полюса к богатым пастбищам и миграции хищных траодонов вслед за своей добычей. Главными героями являются молодые самцы эдмонтозавра и траодона. Добрый динозавр. 2015 год. Удивительно, но этот качественный полнометражный мультфильм от студии Пиксар не стал успешным в прокате. Его авторы предположили, как бы могла развиваться цивилизация динозавров, если бы огромный метеорит пролетел мимо нашей планеты. Травоядные динозавры занимаются сельским хозяйством, а хищные тераподы пасут стада буйволов. Уже появившиеся люди живут как дикие звери. Главный герой – подросток апатозавр Арло, пытается вернуться на свою ферму. Помогает ему в этом человеческий ребенок по кличке Дружок. Поезд динозавров. 2009-2020 годы. Напоследок мы оставили, наверное, самый познавательный мультсериал о динозаврах. Он состоит из шести сезонов и знакомит зрителей со множеством фактов о животных эпохе динозавров. Его главные герои – семейство летающих рыбоядных ящеров – тиранодонов. Удивительным образом к ним в попадает яйцо динозавра другого вида. Вместе с тремя маленькими птеранодонами растет малыш, который пытается узнать, к какому виду он относится. В процессе выясняется, что подкидыш является тирексом. Для подтверждения различных гипотез о жизни динозавров, герои сериала путешествуют на волшебном поезде, способном перемещаться не только по всем континентам, но и по всем периодам, в которых жили динозавры. В конце каждой серии следует разъяснение показанных фактов от настоящего палеонтолога. Мы благодарны зрителям, досмотревшим это видео до конца. Больше узнать об эволюции реальных динозавров и других живых существ можно в наших предыдущих выпусках. Также в них можно подробнее узнать о развитии технологии съемок, художественных и документальных фильмов о динозаврах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова